Здесь мы с вами пытаемся заработать на перепродаже автомобилей. И первую машину, которую мы поедем смотреть, это Ford Focus 2, 2008 год, рестайлинг, 1.6 механика, пробег 240 тысяч километров. Хотя за нее 350 тысяч рублей. Есть косметические окрасы, но говорят, ничего критичного. Так что пойдем ее посмотрим. А если ты хочешь зарабатывать в перепродаже авто так же, как и я, по ссылочкам в описании я регистрируюсь на марафон по автовыкупу, который начнется завтра. Так что успей. Поехали смотреть Ford Focus. По порядку, смотри. Вот здесь, ну это мы видели, что она красилась. Вот здесь она лезет уже. Соответственно порог под замену, потому что он там, ну я не смотрел, но вот мне хозяйка сказала, что он подкрашивает. Ну точнее подгнивший. И вот здесь вот стойка, не знаю, увидишь ты нет, там прям пыль под лаком. Она тоже красилась, вот эта стойка. Сейчас я тебе сразу эту сторону сниму и пойду дальше. Вот здесь вот такой прикол. Ну это видимо красили, как я и понял, что так чисто замазали. Ничего не чистили, не грунтовали. Сделали, как говорится, наскоряк. Стекло, вот эта боковинка менялась. Крышка без герметика. Соответственно она китайская. Ну и она уже пошла, эта крышка. Ее тоже красить надо. Потому что она облупилась. Соответственно вот эта ремонтная, видишь, не завод. И тут она уже вздувается, это крыло тоже. Ну наверное дома до зимы. Здесь соответственно так же эти уголки. Смотри, вот здесь тоже полезла под этим стеклом. Соответственно вот здесь шпакля. Ну не знаю, не передает, а может и передает. Она прям матовая. Соответственно порог. Вот тут вся история, видишь, там видно даже уже. Дверка тоже шпаклеванная, вот эта. Вот это вторым слоем крашено. Крыло. Крыло, по-моему, вот это не крашено. Сейчас я еще раз гляну. Ты куда? Крыло не крашено. Фара болтается, снизу крепление сломано. Для тех, кто разбирается в качестве праворульных автомобилей и планирует покупку японского авто, я хотел бы порекомендовать Влада и компанию Автоазия. Ребята из Автоазии надежный поставщик автомобилей с аукционов Японии. Основной плюс покупки автомобиля в Японии, это его чистая история, честный пробег и полная уверенность в его техническом состоянии. А самое главное, вы будете первым владельцем автомобиля, минуя все риски обмана на вторичном рынке и переплат продавцам. Доставка автомобиля сегодня занимает всего три недели. Компания Автоазия работает за фиксированную комиссию и привозит автомобили без всяких скрытых расходов и подводных камней. Цену за свой будущий автомобиль вы знаете заранее. И также цена жестко фиксируется в договоре. Компания ведет активную деятельность на своем YouTube-канале и других социальных сетях. Влад на своем канале подробно рассказывает, как купить машину из Японии выгодно, а главное честно и как не попасть на обман недобросовестных компаний. И также подробно показывает привезенные машины для сотен клиентов, цены, сроки, обзоры на привезенные авто. У компании сотни довольных клиентов, видео и письменных отзывов. Если рассматриваете покупку надежного праворульного автомобиля, на сайте компании абсолютно бесплатно можно рассчитать стоимость любого автомобиля. Ссылка под видео. Также рекомендую подписаться на YouTube-канал Автоазия по ссылке в описании. Там вас ждет много интересного контента. Ford мы посмотрели и, как вы заметили, Коля пользуется не таким быстрым толщиком, как у меня. Коль, я подарю тебе толщик. Ford оказался не таким, как мы все представляли. Много окрасов предложили девушке 270 тысяч, на что она отказалась будет продавать сама. Следующую машину мы поедем смотреть. Volkswagen Transporter 1.9 дизель, 345 тысяч километров пробега. Поехали. Вот и это вот, вот, все. Свет, короче. Но ни хрена, одна фарь работает. Туманческая. У меня здесь все торпеда такая мукрый, чуть-чуть. Она такая шокерная. Я в Смоленске стоял, гащик такой, а не убег. Я считаю, что это поуток. Volkswagen мы купили по очень вкусной и сладкой цене. Если ты думаешь, Игорян, а как у тебя так получается, где ты их берешь? Все очень просто, я работаю по автовыкупу через рекламу. И также мы можем настроить для тебя все это под ключ. По ссылкам в описании можешь обратиться, все сделаем. Будут также тебе звонить люди, предлагать вкусные и сладкие варианты по хорошим ценам. Давай. Залетел вот такой вот Т-5 дизелечек. Сейчас покажу подробно. Восьмой год, 340 пробег. Двигатель от Капиталиной, но имеет ваговский лишай в таком формате. История приобретения до боли проста. Мужик обратился. Говорит, хочу 450, а не копейка меньше. Но мы особо не стали его с ним как-то торговаться, потому что рынок у этих машин миллион плюс. Ну и то надо еще поискать. Сейчас обольем его целиком, и будет хороший автобус. Это не переделка, это именно пассажир. Двигатель он уже капиталил. Вот такой вот аппаратик. По техничке очень даже бодрый. Пока готовится транспортер к продаже, я предлагаю посмотреть, как у нас дела в Казахстане. Помните, что у нас есть друг и партнер канала Антоха. Описание, кстати, подскажет его контакты. Мы подбираем там машинки. Многие перекупы говорят, да не, рынок умер, там неинтересно, курс уже неинтересный. Друзья мои, все интересно, потому что в России сохраняется дефицит, в том числе новых автомобилей. Поэтому кому нужно, все там. А Антоха подобрал очередной хиндатчик. Давайте посмотрим, что и как там. Впервые мы проводим сделку, можно сказать, посреди ночи. Ребята только вот с Москвы прилетели. Решили сразу совершить сделку, чтобы утром они уже смогли выехать. Вот они подписывают договор. Вон сумки. Отдаем на сегодня Santa Fe Travel. Первая на коже комплектация. Монитор с крутилками, подогревы сидений на коже. Сидень электрический. Черный цвет. Голограмка такая даже. Бензин 2,5. Такие вот 18 диски. Работу продолжаем. Так что обращайтесь. Проводим сверху номерных агрегатов. Номер кузова, номер ВИН-кода. Многие до сих пор не знают. На стекле номер кузова. А на бирке между дверями. Бирку, смотри-ка. ВИН-код. А также под сиденьем ВИН-код. Мы забрали транспортер. 100 тысяч рублей покрасить. Давай посмотрим, как покрасили. Потому что мы так уже чуть проглядели. Но вот есть такие моменты на бампере. Вот эти все надо будет подотелеть. Еще чуть-чуть возможно. Но не дайте воды. Ладно. А так что у нас? Вот здесь кратеры, да, у нас немножко есть. Как я вижу. Но что уже? Уже все. Уже мы забрали. Нет, ну он сказал, можно вернуть. Он доделает. Если еще тем более сделать задние дворники, купить. Да. Чтобы он их доделал. Которые он сломал. Честно, чистосердечно признался. Да, молодец. Я до этого, у меня, короче, ребята сломали там чуть-чуть пластик по багажнику на моей машине. Вот они такие, ну типа сломали и все. А он красавчик, что говорит, сломал дворники. Говорит, я вам возмещу, купите дворник и все, прийти, поставлю, возмещу, как бы оплачу. Человеческие. Да, реально хорошее отношение. Вот, немножко здесь на герметике теперь. Но они для вида есть. Есть, да. Он, давайте посмотрим его, да, он пассажирский идет. Вот здесь. Здесь, да, ручечка. Пассажирский. По цене мы сколько, 450-го мы забрали? Мы 100 тысяч покраска, 550-го. Да, 8 тысяч химпол. Химпол, 560 тысяч рублей. Заднее кресло у нас будут, у человека, даст. Вот такая колоночка, смотрите, у нас идет прям басовая, можно хорошую музыку слушать. Слушай, ну приятная машина. А, моторчик перебирался, распредвалы новые. Все новые. Это вот у них момент с распредвалами. Основной в этом двигателе, он их поменял. Слушай, ну приятненько, блин, Volkswagen, ребята, это, это Volkswagen, это вам не, ну, я не знаю, там, давай можно приглушить пока, ничего страшного, там она заводится же, да? Да, она заводится, там вебаста заводская, кстати. Видно. Слушай, для работяга. Да, ну следили за, ну в плане вот, что обслуживали, там все подкручено, все протянуто. Здесь они, я так понял, помыли, но тут и не было такой, знаешь, прям залитого. Вот, ну и мужик сам, он такой, в принципе, все рассказал, что он вкладывал, вложился он сюда прилично, и по подвеске он там менял много чего. Я уж сейчас детально не помню, что он делал. Ну самое главное, он сделал вот этот вот двигатель, распредвалы. Это не маленький ремонт, не дешевый, и он это все устранил. Сколько стоять будем? Слушай, я думаю, миллион девяносто ставить я, миллион девяносто ставить. Миллион девяносто, миллион девяносто, рынок конца. Просто мы искали Старекса в эти деньги, мы не нашли живой машины. Миллион сто машин нет, вот человек уехал в Ялту за Старексом, купил в Ялте за миллион пятьдесят, миллион сто он стоял. Еще дорогу закладывали. 50 тысяч он оплатил, ну, скинул у него, поехал там, на учет поставил. Не знаю, доехал он обратно или нет, кстати. Вроде закладываю дорогу, время, а тут если уже по месту. Единственное, резина, да, у нас зима. Резина зима. Надо что-то с ней делать с этой зимой. Возможно, или ждать зимы, пока продастся. Ждать-то мы точно не будем. Зиму мы глянем в гараже. Ой, лето. Да, лето. Зима есть. Задний диван мы заберем, он в Чехове на даче. Вот, ну, сейчас отфоткаем, будем ставить в продажу. Слушай, ну, интересно, облили, да, его полчаса вкруг, а крыша, ты говоришь, как-то половину? Крышу пополам сделали, да, потому что там, в принципе, та сторона. Вот эта передняя часть, из-за того, что камни летят, сколы, вот. Вот, короче, по вот эти вот рейлинги мы красили крышу. А, вот там, в передней. Да, вот эту переднюю часть. Там, в принципе, ничего не было. Нет, здесь нормально оно. На той стороне, да. Здесь скольчик небольшой, и все. Ну, мы, по-моему, кстати, бусик первый раз так обливаем, да? Слушай, ну, красили мы его долго. Сколько месяц, да? Мы его красили, ну, где-то дней, наверное, 22-23. Ну, потому что, во-первых, они счищали все. Я их попросил сделать по-человечески. Они счистили, загрунтовали. Грунт сохнет сколько? Ну, дня три, по-человечески четыре. Ну, да. Плюс шпаклевочка проседает. Плюс шпаклевочка. Все это пока село, пока они задули, пока оно подсохло. Ну, я считаю, покрасили за эти деньги нормально. Да, там есть вот эти кратеры. Слушай, то есть, получается, здесь по элементам, но вот это, наверное, как три, да, минимум. Я автобусы не красил никогда. То есть, если тут три, там дверь, бери, четыре, да, там крыло пять. С одной стороны пять элементов. Плюс они прокрашивали внутри. Внутри все. Петли вот эти. Давай, да, пока посмотрим. Вот эти все места, низы дверей. А, вот тут, видишь, тут жалко-то осталось еще от этого, от того, что, ну, капает вода. Слушай, ну, за сутки, я считаю, нормально. Эти болезненные места. Мне кажется, в хорошем каком-нибудь, ну, таком а-ля, ну, не дилерском, но приближенно вот эти, знаешь. Ну, ну, как бы не 200. Да, минимум вообще. Минимум, наверное, 200 повышло. Поэтому, да, хорошо, нормально сделали, освежили, приятненько выглядеть. Что, фоткаем, да? Да, фоткаем и в тираж. Миллион 90 в тираж, ребята. Ну, если что, кстати, предварительно я выкидываю все в телеграм. Все промокоды работают. Промокоды все работают, все работаем. Все коды промокоды. И также, если хотите срочно продать машинку, тоже пишите, приедем, заберем, купим. Все будет четко. Да, вы не обидитесь. Да. Заверяем вас. А в Крыму они у вас почем? Состояние. Пробега, состояние. У нас тут один за Стараксом ездил в Крым. Я говорю, что ты, блин, поближе найти не можешь? Не знаю, вот дай. Если у нас они просто выживают в Стараксе, еще более-менее. Ну, а как выживают? Они же как туда попадают? Они же отсюда туда попадают. Ну, может, с края. Что там их собирают, что ли? Если с края какие-то, еще более-менее живы. Да, их уже с края, их уже там нету давно. У них металл такой, что-то, блин. Ну, да. Здесь хотя бы оцинковка. Ну, вы еще не самый худший экземпляр смотрите. Если вы уже покатались, вы уже, наверное, это понимаете. Ничего, у меня друг тоже машинами занимается, где-то за миллион что-то присмотреть себе. Понял, что нету ничего. Задняя сидушка есть. В 2013 году она приехала с этого, с Белоруссии. Еще не меняла, я покрасила. Она в кариесе была со всех сторон. Транспортер продан, приехали ребята из Крыма и купили его за 980 тысяч рублей. Возможно, тебя сейчас посещают такие мысли, что, Игорян, как так, как ты работаешь, научи, покажи от и до. Все очень просто. Есть марафон по автовыкупу. Он проходит с периодичностью определенной. Вы можете узнать даты на сайте, когда будет следующий. Там я рассказываю от и до, как я работаю, как это все получается. И как торговаться, как покупать и многое-многое другое. Поэтому давай, все будет там. Надеюсь, выпуск тебе понравился. И я знаю, что очередной раз ты посмотрел мой канал без подписки. А это не очень хорошо, потому что это один из самых лучших каналов по перепродаже автомобилей. Поэтому давай, быстрее подписывайся. На этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok